следующий день но ночью было плюс 6 дубак был конкретный душ лил а сегодня он на солнце 15 с половиной ну прям салон про солнце натопил вообще четко я в куртке конечно и в шапке вышел короче направил видео токарю ночь и хозяин начальнику токарей до говорит 26 числа типа токарь при расточник приезжает вот и типа и гуки 26 ты че издеваешься что 26 26 надо что-то делать а чё горит мы сделаем его нету яку заебись бля а как так сейчас на станок ты закрепишь опять чтобы убрать эту шишку ну я общению этого мне кажется нереально насколько я знаю если ты деталь снял со станка тут и назад уже не выставишь ее о смотри дом вообще убрали и там все заровняли дом стоял не знаю наверное лет 40 может быть такие пиздатые черт его знает как это млять выглядит вообще непонятно будет я столько ждать то не могу как 26 сосед меня задрал блять уже третий или четвертый день телевизор тварь кончено он бухает ручку и ночью бухая днем спит телевизор ебашит нахуй прям за стенка орет них не сходить в подъезд ими соседние хлебалами зарядить это потому что синий подъезд на эти домофон стоит мне не попасть это мне надо матери звонить чтобы она не открыла дверь и подняться ему бля в губин на стучать на хуй ну или автомата выключить короче задрал я то ли сплю то ли я телевизор смотрю передачи участвует или хз не знаю что не там за каналу блюдский какой-то ключом это невозможно спать вот он телевизор он выключил оконченный мудак телевизор только в шесть часов стоять в шесть часов выключил телевизор то есть я лег в 5 я хрен мог уснуть на замучился крутиться просыпать это без 26 телевизор работает потом бах все и выключится телевизор я вот только нормально стал спать проснулся без десяти стал без десяти три так вообще проснулся в два часа пол второго но просыпался включал телефон смотрел кто звонил что я звук сейчас выключаю не телефон выключая звук выключаю что потом просто теле не перезванивал телефон автоматически нафиг надо просто звук выключил и все что делать с цилиндрами сегодня даже не представляю и пишет только начальник такую фигню слушайте текст вот ты забрал цилиндры тебя все устраивало надо было проверять блять я забрал готовую деталь правильно стопроцентную готовую к установке а не для того что я должен проверять за вами как сделали теперь все устраивало что меня устраивало я просто забрал и все понимаете просто забрал готовую деталь меня все устраивало конечно меня все устраивало ну как бы и он не устраивала цена во первых это раз Второе, ну, блядь, что проверять, если она должна быть правильная Короче, полное какое-то говно Не могу понять, как сейчас выставиться, блядь, даже голову ломаю, ломаю и не могу понять, как выставиться, как спилить эту шишку Резет же не зря ее объезжал, значит, она жесткая, правильно? Блядь, связец ее объезжал Если сейчас сделать рукопашную фрезой просто, да, рукопашку Ну, соответственно, блядь, это, ты там ям фрезой нахерачишь, не бесес Вообще, по идее, ну, разверткой тоже не сделать Мне кажется, это нереально, разверткой сделать Уведет вторую стенку, будет хавать другие стенки Потому что эта стенка жесткая От нее будет развертка отжиматься и уходить в это В другую сторону Ну и что там, такое говно наделает, что просто пиздец Именно надо как-то эту шишку спиливать Только так, не знаю даже Пока, пока что-то я не придумал Так, решил позаниматься Вот это место обследовать Пальцы я менял, там, я не помню Три или четыре года назвал Вот эти Вот сейчас вот, то есть, ну, как бы Умер, да? Втулки, но визуально они вообще идеальны Визуально Люфт есть Ну, вот так вот Ну, скорее всего, вот эта стенка подтерта Ну, потому что у нас же упор сюда идет В эту стенку Как ни крути Логично Вот Визуально даже вот видно Здесь чуть потолще Здесь потоньше Вот такая вот схема, короче Вот Значит, берем Вот оригинальная втулка Видите, какая она Разрезная И вот такая она И насечка Берем втулку Ариус Ну, она явно не отсюда Ну, типа, можно ее поставить Смотрите Тут вход смазки здесь Но здесь две втулки стоят И смазка должна идти посередине Между втулок Поняли, да? То есть, она вот здесь заходит И распределяется по втулке А здесь-то как она будет попадать В эту втулку? Короче, эту поставить Надо просто обрезать по длине Ну, именно в мой трактор Потому что вы Там по-другому Видите? Как ты, блин, ее То есть, надо как-то открыть этот канал Подача смазки Чтобы смазка сюда лезла Ну, как-то вот так вот, блядь И она цельная Обратите внимание А заводская, разрезная Ну, вот ХЗ Как они делают? Я не пойму вообще Зачем они так Зачем они так делали? Мне тоже не ясно Можно и не менять, конечно Можно вытащить Перевернуть и опять запрессовать Ну, черт знает Так-то да Вот это вот Ступенька подтерта Прессом я их вытащить могу Вообще проблем нету Кувалдой и молотком Ну, навряд ли они Останутся целые Прошлый раз я делал У меня не было пресса Я молотком ебашил И я их, естественно, убил Где-то там они валяются у меня Вот А так, в принципе, их можно выдавить Что-то с ними поиграться И запрессовать назад Ну, чисто разве эксперимента Я сейчас вот выдавлю Посмотрим, как оно здесь и чего Токаря мне сказали Приходите 26-го Расточник, который точил При отпуска Типа, пускай он Ну, решай К нему, типа, претензии Хотя я договаривался С хозяином токарей И деньги переводил ему Мне какая разница Кто это сделал Из ихней Ну, банды Мне без разницы Я же за результат платил Мне же не конкретно Где токарь Я ему платил Он на зарплате Расточник Ну, а как мне сейчас Вот 26-го Сегодня какое у нас 20 какое-то Второе или третье Сегодня Даже не знаю Какое сегодня число Эфирное Косинство Мне столько ждать Вообще пока не могу понять Что мне поступить Решил разобрать Еще эти цилиндры Чтобы ремкомплекты заменить Должны на днях прийти Вот вообще Нифига понять не могу Что сделать И как Сейчас хочу Вот поиграться С этими сайлентблоками Эти штуки вытащил Ну Из носа практически Нету никакого Палец в идеале Вообще с ним ничего Вообще ничего Палец Идеально Вообще В теле не болтается Тут видите Такая шайба специальная Вот Стоит с дырочками И все Чтобы Крутилось все Офигенное Вот И как бы Бля Я Хэзэ То есть поняли Как сделано В шайбе дырка Чтобы смазка Попадала туда И там Тоже Крутилось Видите Хитро Как сделано Видали Нет Грамотно Да Так Че Пока не могу Понять Что делать Сейчас Ради эксперимента Вытащу Втулки Ну Так От нихер Делать Можно сказать Шучу Конечно Попробую Люфт Здесь Микро Но Тем не менее Можно Вытащить Втулки И просто Перевернуть Их Пускай Треть Эту Часть Правильно Логично А че Она Вытерла Вот Эту Часть Где Больше Всего Цилиндр Работает Ну Что Тут Плоскость Смотрите Это же Смешная Плоскость Правильно 30% Втулки Работает Даже Не 50 То есть Вот Вот Так Ну Хрен Знать Ладно Сейчас Попробуем Выпрессовать Просто Посмотрим Пресс Вытащит Эти Втулки Или Нет Повредит Он Их Или Нет Если Что У меня Есть Одна Оригинальная Вот Она За 2000 Но Она Была Одна Хотел Я Мне Говорит Она Дорогая 2000 Стоит Но Она Четко Идеальная И все Я говорю Мне Плевать Сколько Она Стоит Мне Нужен Качественный Товар Ну Оказалась Одна Он Говорил Три Вроде Как Есть Оказалась Одна Ну Хезе Я Заказывал Тем более Еще Не Разобрано Все Было Ну Думаю Пускай Будет Да Какая Разница Там Десять Тыщ Туда Десять Сюда Вообще Наху Роли Не Играет Вообще Никакой Просто Никакой Роли Не Играет Пробуем Играемся Дальше Ну Посмотрел Я у себя Там С металлолома Беру Жу Такие Штукенции Постоянно Для Пресса Ну Сейчас Один в Один Нет Прошлый Раз Мне Повезло Чуть Чуть Надо Было Тачкануть Вот Сейчас Вот Эту Сейчас Попробуем Сделать Она Вот Вот Так Она Выглядит То Есть Место За что Зажаться Я думаю Сейчас Тачканул Да И Все Буду В этом Патроне Тачить В принципе Ничего Страшного Я думаю Нет Конечно Хотелось Бывлок Получить Четыреста Нафера Ладно Настоп Оставим Зеленую Так Что-то Я Это Не Замерил Ничего Собрался Тачить Непонятно Что Ага Почти Что Почти Что Около Дела Подойду Я В сторону Но Нахер Вдруг Вырвет Нет В принципе Метал Не Крепкий Все равно Опасно Смар Смар Чтобы Смар Ст discern Оставлял ТА ТА Нахер 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 Продолжение следует... Еще дозор есть там по кулачкам. Угадал, нет? Интересно. Ага, еще чуть-чуть есть запас. Главное, не прослабил. Сейчас до конца допилю. Почти уже, кстати, скоро по резцу будет бить. Не знаю, добавлю я 5 десяток. Мало, наверное. Еще добавим чуть-чуть. На автоматическое подачу шел. Ну уже, ну плюс ее сожмет, надо еще немножко точкануть, добавить дышечку. Две десятки я добавлю. Видите, обороты маленькие, резьбу такую чертят, понимаете? Тут в чем все дело. От оборотов зависит частота. Ну вот, все. Все окей. Так, теперь еще надо перевернуть и дырочку обточить. Потому что у нас сейчас получается то, что не проходить она будет насквозь. Как раз у меня там поясок остался. Можно, конечно, немножко отставиться от кулачков, но, блин, выставиться будет не так легко. Ой, мошенники и криво! Как-то надо выставиться ровно, я даже не знаю. Ой, 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 ой! Ой, ой! Оборотов! Может, конечно, не играться. Блин, боюсь, что по кулачкам будет бить, поэтому не хочу плотно подводить к этому. Как-то вообще по барабану на самом деле это место. Но хотелось бы более четко, конечно, зажать. А может, оно и было так криво. Первое, зажать. Зараза. Пробуем роликом это сделать. Как все спецы делают. Ну, вроде, что-то центровало. Ну, да, поровнее, поровнее стало. Да, поровнее, поровнее стало. Ну, что, подшипник приварен. Втулка к ресусу мертвому и все. Так, сейчас мы резец выставим и проточим. Роликом более-менее. Да, роликом более-менее. Так, чуть-чуть для красоты пройдусь. Это место. Это, конечно, не надо было сделать. Ну, вот, нехуй делать. Сейчас главное вот здесь вот надо. Умечить надо диаметр. Так, много выставлять нельзя, иначе может вырвать нахер. На автоподачу пойдем. Хотя бы какую-то часть автоподачи сделаем. Остальное руками сделаем. Блядь, да хуй я взял. А как? Да. Ээээээээээээээээ. Продолжение следует... Мало... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 55 и... 3... 55 и 3. Втулка 56 и... И один или два Все, я думаю, что все вырегут Но это не точно Сейчас вот это вот машинкой уберу Я думаю, что все будет хорошо Ну, по крайней мере Такое желание, чтобы все было хорошо Такая штука у нас должна получиться И выдавить эту втулку Да? Да, вот она меньше Сейчас фаску вот эту снимем Да можно и в станке, конечно, снять Ну, посмотрим сейчас Субтитры сделал DimaTorzok